I have ways of blowing things up Валите отсюда Да, вся эта тема с ведьмами Не знаю, я же говорю, что-то напомнило мне Молд ведьм Все дела Так, говорят А, стоп, мы же получили с вами сведения Про порт Не так ли? Найдите способ попасть в башню Даунволн, найдите Способ попасть в башню Ну, минуточку, я же пока что не в... Ну-ка, сведения, сведения, секунду Улицы ведущие Перекрыты баррикадами Самая башня повреждена Должен быть какой-то способ добраться до главного входа Ключ от арсенала Мы, по-моему, использовали Ключ от каюты Меган Фокс использовали Минуточку Мы попадем в даунволн Через доки, вы хотите сказать Ну, там, через этот, через шлюз Или... Ну что, вроде как на этом закончилась у нас с вами Прошлая серия Мы выяснили, что шлюз Не так хорошо хранится Хотя, возможно, это и было с той стороны В общем, посмотрим Мы получили такую информацию Блин, знаете, какой романтичный пенечек Вот у меня сердечко такой Так Тут были пёсели Мы всех их порубали Поубивали Сейчас я немного вообще Очухаюсь, вспомню, где мы были Потому что я записываю не подряд В прошлой серии Прошло немного времени А вон вижу пёселя Нормально Избавились Ведьмовская ведьма Ведьмовская Да, ладно А ты там одной или нет? Подскажи мне До свидания Можно я вашу крыску съем? Шашлычок Крысиный Ведьма Так, тут что-то крякает, гавкает Ладно А, что у нас по Руно 89 Амулет 51 Ага Там было налоги 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 Надпись на стенах Здесь надпись Плати то, что должно Короче, такие Вон там что-то где-то Ладно Давайте поднимемся Я краситься не буду Что будет, то будет Я не думаю, что Ну, как бы один раз Они в прошлый раз застали Такие врасплох убили Я думаю, больше такого не случится Ну, такие Такой левел дизайн Интересный А, вот этих вот Да, дурочек с переулочкой Я убивал Да, да, да Было такое Собственно, тогда я и пошел Вокруг, да Тут у нас была Вот эта фишка Да, вот так вот Все, супер Дурочки с переулочкой Ну, а как еще про них скажешь? Тут переулки А это не самые умные создания Так что Ну, как-то так и выходит Ты не записка? Нет, не записка Кальян они тут курят Прикиньте Жрут Живут на улице Животные Так 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 Нам туда Ну, пойдемте Я еще сюда зайду Я же как раз Вот это вниз пошел Наверх я не ходил, да А, тут у нас беседка Да, да, да Шутки про Bethesda Уставлять сюда Так как в прошлый раз Ну, хилочка Да, я пока раз ее потратил Ветерочек А это случайно Эй, ребят Это же та же беседка В которой убили Джессамину, нет? Мне кажется, да Это та же беседка В которой убили Джессамину Ну, по крайней мере Очень на то похоже Сюда же Дауд прилетал Со своими ребятами Тут же ее и могила Да Не, не сдавил их Джессамину Точно Джессамина Я так хочу поговорить С тобой Еще раз Так Никто не мог помочь Я, дорогая сестрица Я Что, блин? Никто не будет помнить Правды, кроме меня Джессамина Я буду всегда помнить Ну, типа Правда в том, что Джессамина была Наследной принцессой А ты бастардом? Ну, блин Так относятся к бастардам Ничего не поделаешь Это так всегда было Это средневековье, если что Трижды тронуть китовую кость А не дважды Трижды там тронуть тебе что-то надо Давай Там внизу кто-то есть? Нет? Давай Одинажды тронуть твою шею Давай Не трижды Так, ладно Дверка, которая Которая Да ты сейчас отъедешь Успокойся Мне казнь нужна была Чтобы хп-шку восстановить Поэтому я в тебя не стрелял Бедный Йорик Блин, каким макияжем ты пользовалась? Ты посмотри, во что превратилось твое лицо Как можно было так себя упустить? Давай Давай хоть помою тебя немножко Минутка черного юмора На, искупайся А, так Что вы здесь прятали? Здесь 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 Так Ведьма Что? А, стойте Блин, у меня такое ощущение Что я здесь Тоже уже Минуточку Это раз Вы серьезно? Это прям та же самая локация Что и Столбой Не-е-ет Да? Только здесь По-моему, раньше Было глубже Можно было проплыть Вы серьезно? Настолько сэкономить Но я не Ну-ка бы Возможно Это как вариант Что Да-да-да Я просто Ну-ка бы Относительно же Недавно Проходил Черт побери Да Вы Вы не помните Откуда это? Это же Не последняя А предпоследняя локация Первой игры Когда мы возвращаемся В башню И Нам еще нужно было Там был вариант В общем Тут ходили толбои Тут стояли леса такие И нам нужно было Вот здесь Пробраться Через Какой-то Люк Отверстие Вот И Это точно та же локация Да Она переработана Переделана Это точно та же локация И В прошлый раз В ту беседку Я не заходил Потому что тут везде были толбои Вот тут По-моему Два толбоя ходила Вот И Потому В том-то и дело Что я пошел через низ Я почему запомнил Вот это Полукруглое окно Потому что я в прошлый раз Тоже через него пробирался Через вот эту же дверку Через Полукруглое окно И вот здесь вот проплывал Черт побери Ну тут естественно А я могу просто войти Остаться Я могу через канализацию пролезть Потому что В первой части Мы Тут была кстати глубокая вода Меня тут постоянно грызли рыбы Я умерла со ступень Вующий контроль Надеюсь В следующий раз Я умру веселее Веселее говоришь? Веселее Ага Вон ты где Достаточно весело По-твоему? Ну встряла ты Неплохо Конечно Так А как мне туда пробраться? Через Здесь? Да А я мог Мог тебя и не стрелять Я мог тебя просто Прирезать Но это было бы не так весело Правда? Такая Хопа Рука вверх Рука вниз Танцуем Джангу Блин Офигали Я тут прошел Ты меня даже не заметил Я же говорю Эти Дурочки С переулочка Ведьма Ладно Так Сейчас я бегу Ну в самом деле Тут прятаться Это собственно Нет кого Ну вот тут Трупаки Везде валяются Ты там такая Ходишь Грустишь Кстати Есть ведьма И есть огонь Что тебя так колбасит Ой они горят Прикольно Вот это не знаю Горит не горит Но вот это Вроде сгорело Труп подобрать Интересно Ведьму можно использовать Как факел Перекиньте Берете такие Поджигаете ведьму И идете С горящей ведьмой Сжечь ведьму Блин ладно Немножечко черного юмора Никогда не повредит Когда его немножечко А то у нас сегодня По моему Так ладно Где там эта штука была Вы говорите Руна 50 Стой Она была в этой В подсобке что ли Нет Да Нет не в подсобке Где-то за стеной Где Нет Нет в подсобке Такие Зараза А как я туда попадаю Стоп А как я туда попадаю Это же Крысой что ли Вон руна Вон записки Так Крысой У меня тут остались крысы Нет И даже если Крысой То как я здесь Пробегу И как я там Окажусь Да нету Знаете к черту Этот амулет На самом деле И я очень склоняюсь К тому что К черту Эту руну Ну Найти там Мы ее нашли И где она Находится Тоже понятно А вот эти вот Вот это вот Вторая наверное Ну или третья Ну как минимум Вторая тупенькая Загадка Там можно Кстати прочитать Книжечку Забрать Зельку А стоп Я же могу вызвать Стаю крыс Правильно Стоп Давайте попробуем Давайте попробуем Теперь я могу В одну из них Вселиться Правильно Теперь я могу Пробежать сюда Да ладно Не могу Ну блин Игра Ну прекрати Ну это же не честно Уже совсем Вот тут вот что Крыса не протиснется Ты мне хочешь сказать Ну что за бред Да 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 Меня сейчас выкинет Из крысы Знаешь что Игра Иди тогда нафиг Серьезно Вот такие вот вещи Реально бесят То я блин Пчелой не могу В окно пролететь То я не могу Крысой пробежать Между блин Стремянки Огромнейшей Я уже даже догадался Я уже и крыс вызвал Уже сам Вселился Уже все это сделал Все Какого фига Как я тогда туда должен был попадать Идите нафиг Вот Нет реально Бесят такие моменты Тело Тело труп Какой пистолет Спасибо А почему нет никакой записки Что с тобой здесь случилось Хотя я могу понять Что тебе было не до записок Если что Давайте в башню Ну его нафиг Нет вот Ааа Такие моменты реально Просто очень сильно бесят Ну почему нет Ну Я додумался Вот хорошо Вы себе сделали Какой-то определенный путь Как туда попасть Я додумался Попасть туда по-другому Дайте мне это сделать Все же логично Это вот эти вот Тупые ограничения Вообще что у нас Где у нас умение У нас три руны А что я могу на три руны сделать Хочу ли я вообще что-то на три руны делать А что бы кстати Нет жадная стая Вы призываете две крысиные стаи меньшего размера Наверное не хочу Призыв крысиной стаи Которая следует за вами Ну это палево Хотя с другой стороны Можно заранее подготовиться И потом натравить их на кого-нибудь Что тоже неплохо Две крысиные стаи Имеется ввиду Что они нападут сразу на двух человек Это я понимаю Но мне это как-то Нафиг не надо Три руны Так живучесть Повышает здоровье и живучесть Ну-ка Типа если бы я ту руну сейчас подобрал Бо мне их было бы четыре Так реакция Таня блокировать Проворство Это мне тоже нафиг не надо Жажда крови Вот тут кстати Три можно потратить Знаете Накопите в битве Да нет Тоже нафиг не надо Амулета тоже не хочу Смертельная тень Но тут их надо Опять четыре Давайте я короче Этот наверное Живучесть Стоп Я прошел Да тут у нас А тут у нас есть еще одна руна Через девяносто метров Да нафиг Это конец игры Что я экономлю Поэтому Давайте так Вот сейчас сделаем Где у нас Вот Живучесть качнем Повышать здоровье и живучесть Все Па 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 Улучшаем Да Найду еще одну качну Вот это вот Не найду И к черту Здравствуйте шесть явно я больше ману улучшал бы если на то пошло где она там было близко за стеночкой дед этот амулет в принципе нет амулета уже заднего места хорошо после жалких потуга баства напасть на нас я приказываю отключить питание в комнате охраны и пусть эту старую рухли там закроют больше никаких просителей из города заходите в мой тронный зал только в случае крайне необходимость если кто-то не исковина потревожит меня во время рисования то горе ему смотрите ли были последними из наших серьезных врагов и теперь они разгромлены надеюсь вы без меня справитесь если кто-нибудь еще придет ваша императрии чтобы включить ток нужно добраться до комнаты охраны зачем включить ток чувак ты чё по-другому не блин чувак это почему не столько хилов не хватало меня другой интересует это это твой дворец в котором ты прожил столько лет и всякое такое ты не знаешь никаких других ходов как добраться кроме как на лифте ты серьезно нет как минимум глупо часов не смотрите ли я понял карта может ей кажется забавным что она смешивает краски там дети болваны промотали свои длинные молитвы кстати закончив подготовку она до свидания так женщина так ладно хорошо и 6 пожалуйста ну-ка 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 мне стоило это слушать наверное так как-то даже не знаю так отправиться внешний двор остаться а стоп это тот основанная дверь через которая мог войти а толку мне тогда с этого если есть то зачем мне тогда тайная дверь я не понял я просто я не еще зря это сделал да это просто так было внешний двор хорошо в внутрь башню коридоры башни а все вот тут можно пройти в комнату охраны и часовня а там такая гирляндочка висит вот бы что я увидел придя сюда где здесь ну да да это точно то же самое помещение точно та же самая лока как дарят амистром или амулет планы зал можно подняться на лифте вижу вижу как ты умеешь умирать я буду вас казнить и восстанавливать все жизни таким образом да вот до свидания ты где иди сюда до свидания бутылочку на вас сэкономил понападали блин тут ведьма тупорылы с чуть-чуть и отвертка что ли воткнут это ты с чем там хочешь так хорошо но тут немножечко трупешников вы видите я уже даже это не особо то пришел амулет забрал просто напрямую всякое такое мы же с вами вылазили вот где-то здесь или где-то вот здесь потом перемещались тут ходили охранники я не знаю ну как бы это логично что это тоже самое помещение но почему-то от этого немножечко так попахивает не то чтобы дешевизной а как будто они сэкономили на карте нет но это будет неправильно говорить потому что ну это реально тот же самый замок и наверное правильно что он тут же не смешанные чувства серьезно смешанные чувства с одной стороны мне кажется что вроде как отсылка и прикольные все с другой стороны мне почему-то к ощущению что они сэкономили на карте хотя я уже опять же вам объясняю что наверное вот это чувство что они сэкономили на карте неправильная вот там была комната в которой мы брали то ли бакс воронью то ли что такое начать заставлено туда точно никак попасть не могу да она заварена кроме того что шкафом заставлено ну ладно там можно было вроде как нет не по люстрам тут стояла кстати вроде световая стена через которую мы не могли на кто кто смотрел блин смысле заблокирована вы чё совсем что ли кого-то из этих королючек ключ был что ли именно так труп тела а это кстати смотрите ли о я не смыть и сектанты да смотрите ли какие зовут о сюда можно зайти отчет найти похавать учет найти похавать какую-нибудь болевотную гадость найти и съесть а здесь можно подняться здравствуйте служанка трупецкая серьезно сколько мне эликсиров то не хватало почему я уже подбирают третий он подбирается стоп это не лифт это лифт я могу туда попасть тогда что у нас вот тут за проход был вот здесь я могу так про я могу и так и так пройти понятно ну пойдемте там кто-то болтает кажется если я проломлю это услышат да давайте тогда схожу через это через за лифт там не надо проламывать я думаю что это одна и та же дорожка мне кажется это было не баранина да я им не казнить надо по-хорошему может отвернешься не ну блин я сейчас начну с тобой драться ты мне опять поцарапаешь до свидания чисто на реакции да 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 до свидания ты ультой промазала дуреха а там можно было и в другую сторону вот через здесь бы я прошел это меня услышали а так они мне не услышат потому что они сдохли так а тут что-то ну руна не так уж и близко кстати морковка спасибо что так что съем я такой ой там челюсть лежит такой об я это съел вот тут это восстановление о отличнейшая это вот эта дверь которая была заблокирована супер так убери сердцем я все позабираю это я пофиг тоже возьму хорошо теперь можно тут нас только кровать и на самом деле им превратили дворец в такое проще когда мы когда мы победим проще просто сжечь этот дворец к чертям и построить новый вы посмотрите в нем постоянно творится какая-то дичь нафиг она надо так а эта дверь куда тогда куда тогда а а серьезно там у нас просто еще проход в ту сторону есть я тут мог пройти вы издеваетесь к черту вот это я невнимательностью сделал реально невнимательно я извиняюсь меня этим вашим знатным манером раньше не учили здесь ваш а хорошо за долил и давай короче с роботом сражаться неплохо красиво давай давай мочи их объект потерян отлично где ему снес короче голову и это нас направило его на то что он пошел мочить ведьм неужели хоть раз это случилось по-человечески я короче сохранить давайте а еще стал очень много употреблять слова короче это неприятно отлично без грены справились хороший хороший апгрейд который за счет которого я могу мечом наносить урон этим придурочка механическим фух неплохо троих муж отали ведьма труп это я и голову снес таким образом неплохо неплохо вообще стало с ним мизички сражаться офигеть минус 2 даже без гранат без ничего неплохо неплохо ну руна но амулет ну хорошо это это все выше погодите не путайте меня сейчас туда можно пробраться зачем блин тут все настолько разворочено раскурочено а по часу среди часов не растет дерево потому что тут ведьма живет потому тут и дерево я слышал там робота где-то да но почему-то вот не почему-то а сейчас я их уже не настолько боюсь хотя они все равно опасные противники подчинить энергии бездны было непросто но мне удалось искернить костяные руны для моего великого полотна все ингредиенты приготовлены в часовне сушеные бурые и зеленые водоросли из к из канав а из канав цветы из оранжерей размолотые в пыли превращенные в краски человеческие кости пропитанные флюидами страха и раскаяния я запасусь терпения и продолжу рисовать пока последняя руна не будет ставлена в трон мой трон но между оскверненными чистыми рунами нужно сохранить гармонию 2 скверненные руны с двумя чистейшими если эту гармонию нарушить то магия полотна может исказиться и даже обратиться против меня картина дали вы может быть опасно я попытаюсь уничтожить ее что блин нужно больше оскверненных рун тогда я смогу обратить картину дали вы против нее нафига мне это я хочу убить ее они открыть дневник так стоп то есть я могу даже не сражаться с ней чтобы создать скверненные руны соедините сушеные водоросли краски и человеческие кости воспользуйтесь керненными рунами чтобы совратить тайные по так а там у нас в комнату охраны до новый предмет для задания пигмент стоп надо понять надо понять по есть это работала я нарисовала часов но добавила в краску деревянные опилки разместив вокруг кафедры и чистые и оскверненные я смогла транспонировать часовню из нарисованных каменных если добавить еще я смогу проделать то же самое с целой империей это будет мое величайшее начинание транспозиция картин мир таким он должен так я нашел человеческую кость я наконец-то понял как это работает оскверненная руна и что мне теперь с ней создайте оскверненную руну на предмет для задания в комнату охраны мне все равно наверх но я по крайней мере запасся чем-то нужным это хорошо там этот бот где-то ходит мне бы на самом деле патрончиков подобрать я был бы не против привет ребят висим отдыхаем ключиков ни у кого нету надо было отравить тебя на них вот встретимся возможно но ты будешь ждать там гораздо дольше меня машины что-то обнаружила например то что машина больше не дееспособна так security room который нам туда а погодите я сначала здесь похожу ну да планировка осталась кстати точно такой же но естественно интерьер поменялся значительно тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык я объедаю крыс до чего дошел корова оттана он наконец-то у меня восполнились все хилки я объедаю крыс смотреть бесплатно вы а это второй лифт куда и ну 2 2 выход с лифта куда идет смотреть бесплатно без регистрации корова оттана обжирает крыс да так ну здесь но это просто два я два пути прохода два пути прохода согласен теперь нам сюда вниз давайте сделаем вот так и наверное даже вот так перезапустим запись вы конечно этого наверно не заметили хотя я думаю склеечка хорошо попала в кадр так комната охраны стоп это же было не комната охраны тоже была комната этого казнителя который там людей мучил все дела этого тоже максимум неплохо а нам нужно врубить эту штуку до сейчас мы наберем погоди а где а вот набирать ну-ка есть можно подняться в тронный зал можно сюрприз оказнить блин твою за ногу ты мне это урон нанести нанесла оказнить тебя чтобы урон вас ай блин я слышу запах горящий ворвание блин их можно было тупо взорвать кстати если че просто кину в них бак ворвание ну ладно так тут у нас все работает все хорошо опять же у нас тут бесконечный запас ворвание можно было бы взрывать роботов но мы вроде как научились с роботами и по-другому разбираться так что с этим не должно быть проблем лифт туда а я по-другому и нейроне стоп есть есть вот этот вот третий этаж фу блин я думал вы живые вы у нас это гирлянда сюда мы на третий этаж не ходили давайте зайдем а ты там одна f тупый респект да пёсель блин успокойся ржавый гвоздь мне в ногу блин чтоб ты на лего наступила опа серьезно вы меня замутузили ладно признаю я был слишком самоуверен вот этот вот деревца вот это она вылезла не в тему кстати да ладно почему аж отсюда я машины урчат переваривая плоти вот не моя селезенка блин это это было предсказание опа одну мы взорвали неплохо кстати получилось разлетелась просто на кусочки ладно значит идем наверх все так же давайте сохранимся по-нормальному все эти пиратские присказки до свидания мне не нравится что там пёсель ходит они не убиваются с первого раза это некрасиво это неприятно я могу вторую сторону пройти я бы просто сначала перестрелял ведем вот тут тут амулет где-то по-прежнему где-то тут надо слушать не идет ли он давайте робот там всех перебьет сейчас о он пошел ведьму рубать а это ты по мне откуда вы то взяли до свидания ох на пополам красиво то как откуда здесь внизу взялись эти три штуки я не понял о неплохо положив шкаф ладно там мы натравили на них бота здесь почему-то то нас наехали там 4 ведьмы или сколько но да пофиг хорошо что моему башку отстрелили он как минимум двоих по моему убил до оски галю ты не офигела явно офигела опа отрубаем руку отрубаем голову красиво восстановить жизни все хорошо банка еще там ходит наверное да все на этот раз справились в разы лучше да ну на тебя чувак о восстановим все жизни хотя бы до конца суперски черепушку надо грохнуть и все будет нормально так надо пойти труп робот жива еще живой куда бы он делся f5 а кого ты здесь убил сколько ты здесь а как мне добивание робота восстановила жизнь не подскажете или это происходит вне зависимости так арчика я заберу я не знаю зачем собираю таблички от роботов на их зачем собираю молитесь уроды так блин да вы задолбали с этими рунами амулетами ну возьму я возьму и чё станет сюда как-то можно попасть это здесь да это очередной секрет как туда попасть фиг его знает но как-то туда можно попасть поэтому старайтесь кстати это тот отсюда чуваки эти они забаррикадировались от робота да я тебя понимаю что это неправильно чувак я не хочу тебя убивать прикинь какое совпадение он там внутри забаррикадировался самом деле мне уже нет сил ты проверять поэтому просто нафиг так она сама в башне там наверху тут кто-то есть выходите я вас какое-то время не трону какое-то время все-таки предлагаете на лифте туда чесать да тут же вот с балкона на балкон туда телепортировался я помню вот тут можно было через камин пролезть они заплатят за то что сделали с башней с башни сделали да 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 так ладно я помню здесь можно было найти всякие фишки тут было это спальня не спальня так часы мы заводим все нормально все хорошо но тут без толку что-то еще но есть вот этот тайник с чуваком внутри но я так понимаю что если убью долил и этого чувака потом смогу выпустить и все нормально да тут у нас есть еще такой проход можно подняться на лифте а можно подняться пеший если я не ошибаюсь если мы пойдем они пешим и не поднимемся точно раньше у нас вроде как была возможность подняться пешим сейчас такой возможности у нас вроде как уже и нет где этот фига в лифт был а точно вот здесь мы пойдемте и в пяточку я думаю что это у нас картину мы кстати испортили не испортили ну-ка предметы руна мощная нестабильная руна сделаны из человеческих останков в трон ее воткнуть или куда но она говорила что но она говорила что кстати эти масочки сектантов я аж это прифигел немножечко ну давай давай становишь мне жизни чувак так 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 тронный зал четвертое поехали может еще третье зайти хотя там везде был дайте может еще в третье съезжу посмотрим то есть то больше чего больше всего опасался роботы с роботами как раз научился справляться неплохо мне понравилось их можно уже и мечом зарубить и просто голову ему отстреливаешь он становится глупеньким тухленьким и все с ним все все нормально все хорошо даже поговорить можно третий этаж у нас полностью у нас тут просто трупецкий лежит который напился и застрелился видимо прятался от ведьм и все что ему оставалось это отъехать печальная участи ну вы видите я эту последнюю область уже прохожу ну так я уже не особо ищу секреты не особо ищу руны по моему если это все делать это все собьет там собьет напряжение а мы же все здесь за главным абсосом пришли за главный абсосик и вот поэтому так будет сейчас переход на переход погодите f5 самое главное теперь переход направится ну-ка 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 нужно ли мне будет час к трону ой блин сомнительно тут тоже височки знаете мне похоже больше все это вот кстати в башня в которую мы проникали для того чтобы убить регента не регента ну короче вот тут же у нас внутри башни ходил еще один толпой здесь у нас только мы проникали повысит стороны мне кажется потому что мы пешку дамы пешкодралом шли потому мы проникали с той стороны тронный зал она нами теперь туда же вообще хорошо так давайте осмотрим что тут есть в прошлый раз мы заходили через вот это окошко я сомневаюсь что сейчас она доступна патронов немножечко маловато меня это смущает мне показалось что тут было какое-то движение но я слышал как будто тут кто-то кашлял до свидания наш меньше кашлять надо стоишь на холоде без пальто тебя это испалило прикинь тебя убил холод и кого фига вон там есть еще одна да ты отказала мне два раза не хочу сказала я мог тоже к не под красота ну блин зачем я качал себе снайперский пистолет я если они пользуюсь с его снайперскими опциями тебя убил не холод тебя убила твоя глупость может и стояла симметрично со своей дурой подругой так кстати ты помни свои дуры подруги у тебя тут костерчик есть не так холодно было хотя тоже в одних подтяжках хорошо как я проникаю в эту богомольню понял вот сюда а с другой стороны оба записочка милая долила я приказал изготовить из наилучших материалов штандарты с изображением того прекрасного лица теперь они украшают улицы карнаки на каждый из них ушло и шелка и красок столько сколько обычно семья зарабатывать за три года куда бы ни смотрели мои подданные они везде видят твой величественный твой величина лик и пронзительный взгляд хочу чтобы они не забывали кто управляет их судьбой великая статуя для большого дворца в точности повторяющие тебя уже почти готова когда мои глаза скользят по изгибам серебряного извояния твоей фигуры клянусь меня охватывает волнующее возбуждение порой я представляю себя как карабкаюсь наверх и прижимаюсь лицом к твоей холодной металлической груди если бы только ты существ осуществила мою мечту пришла в мою спальню когда я сплю я дрожу от одной мысли о пробуждении в этих серебряных объятиях знаю что это ты обнимаешь меня издалека из своей постели в башне даунвола я очень скучаю по тебе моя долила моя любовь из прошлого я отправлю несколько штандартов столицу чтобы они оживили пустынные улицы данвола когда ты их увидишь может быть вспомнишь о нашей любви на веки твой лука лука обели был без ума от нашей зомби очки вопрос в другом как на улице на чертовом холодном ящике оказалось письмо от луки долили это разве я не должен был найти где-то в кабе в кабинете в каком-нибудь в ящике в сейфе почему это здесь со второй стороны прохода нет проход только с той стороны ну ладно пофиг пойдемте план действия мне примерно такой же как и в прошлой концовке кто смотрел тот помнит вот кто не смотрел но ребят есть прохождение на канале пожалуйста приходите любуйтесь мы будем только рады тронный зал долила что долила сделала с троном где ты дал я знаю ты затаился и еще дышишь вот этот рон там мне надо подкрасться к трону я так понимаю а я не могу руну могу руну сюда вставить это одно из окончаний что ли давайте посмотрим сиденька как в автобусе реально трон такой дочь моя часто ну на здоровье да 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 так что я должен так а что я должен сделать погодите да я ее убиваю убиваю у меня уже и душа ее есть погоди все над сердцем наперевес бороться что ли я не по что происходит что это за битва с боссом блин а просто надо было на нее направить там и чё за бред встань тряпка смотри как я изменю весь мир ты свою задницу на трон посади пожалуйста я же тебе испортил сюда я так понимаю тебя твоя же картина и сожрет устранить долила отправлять в картину вслед за мне надо было в трон ну в трон вставить до новые сведения штука по идее должна работать мир каким он должен быть убить и залилу эти весь мир да хорош орать то я не пойму что мне нужно было сделать то есть погодите мне нужно было ставить эту ручку она бы в любом случае удрала в картину но за счет того что я вставил руну что тоже должно было о привет кстати я не заметил что тоже должно было поменяться да да то есть ее картина должна была стать нестабильный или чего что должно было случиться воссоединись со своей душой долила сбежала магическую картину отправиться за ней и помешать и изменить реальность всей империи возможность возможно удастся повредить трон долилы добавив оскверненную руну я повредил так она все равно другую реальность открыла если использую сердце против долила каперство возможно получится вернуть ее душу в тело сделав самозванку язвимой я тебя понял над ну как бы надо было сразу использовать сердце черт так сколько у меня силы я не помню хватит ли мне не хватит ладно пойдемте дурной босс-файт какой-то оглушите долил убейте весь мир отправить картину стоит задолела сделано убейте или оглушите афигали мне и глушить то она чё рыба что ли так у меня тут магии нету я тут вообще лошпед у меня тут а пистолеты у меня тут есть кстати блин они мне тупо заспами ли чё это сейчас было что за бред то такой они меня просто заспами ли серьезно так ладно хорошо есть план есть план пойдемте то есть она собралась заменить этим весь мир ну это же понятно что да и вот минус минус 3 а это случайно не настоящее там ты что живая там еще что ли нет так а где ты так уничтожить это была настоящая ты что ли а вот она все объект убит долила труп это настоящая долила труп я с ней пошел обратно финал спасите мили захватите трон знаете чем я мили очень дурная императрица она вообще бесполезная она не знаю как кусок чего-то вообще мне вот не нравится кстати босс файт был отвратительный если вот просто на переживание дамага ну такое так вот она мне не нравится мне очень не нравится но знаете что самое плохое кору тоже туп корова отвратительно туп и если он сядет на трон то ничего хорошего с этого не выйдет у нас нет хорошего финала что эмили мы спасаем и она продолжает творить всякую фигню и королевство под угрозой что корова мы сажаем на трон он тоже туп и он творит всякую фигню поэтому черт с тобой давай освободим колдуин да да давай фиг с ним по крайне мере морально это будет хоть чуть-чуть правильный а как ты освободишь погоди отец что случилось ничего не чем я все объясню государство разрушено так все нормально но блин от чего вы ожидали то алтарь на 1 руны 3 из 5 да я уже не особо то искал картина по чертежи там было два чертежа серьезные я уж думал и уже их не будет амулета но блин я так себе искал так сердце башни вы попали в покой защитника короны в башне данного лапа обыскали комнату меган фостер на борту о это было событие да вы разрушили чары долил и спасли эмили колдвин было такое с продолжить я не понимаю кто перепутал эти кнопки продолжить и начать заново продолжить должно быть всегда в углу я уже раза три на такой попадался что почти ночью нажал нажимал на начать заново это отвратительно так человек похожий на герцога стал править карнакой и наслаждаться роскошной жизнью в большом дворце наслаждаться никто не заметил подмены или не посмел спросить он же кстати курит все же знать что он курит что это двойник курит в чем после смерти долил и коппер спорн и и колен утратил силу заговорщики были разбиты но я всех убил да истинная императрица снова взошла на трон такая себе истине оснастительно истребила всех кто предал ее и стала править империи вместе со своим отцом легендарным корла оттана который всегда был ты так кресло портишь когда меч ставишь ты вообще в курсе когда-то соколов устроил промышленный взрыв мгновенно поразившие все сердце империи он видел как власть имущие использовать его машину для войны и угнетение слабых ты же не сошел с ума надеюсь дружище он навсегда покинул да ну и вернулся на себя без сил в отчаянии превратившись в жалкую тень самого себя но тоже да такая жизнь есть вопросы уйти от которых не выйдет нужно дать ответ меган фостер исчезла без следа и появилась биллер она очень надеялась найти себя и тех людей которых смогла это где лси у нас отсылочка если чем которое мы не будем играть но обычная концовка неплохая нехорошая обычная я не понимаю выбора в конце который нам дают что самому засесть на трон или оживить дочку вся игра построена на том чтобы оживить дочку эмили 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 я тебя воскрешу я тебя оживлю я тебя спасу я тебя то-то-сё-то в конце игра дает выбор сам сядь на трон или оживи дочку где были чертовы предпосылки к этому какого фига где был конфликт между корова и эмили чтобы мне сейчас задаваться таким вопросом это крайне глупо короче смотрите ребят какая-то сцена после титров будет не будет интересно the white rabbit чувака зовут так ладно давайте я это пропущу наверное да ну стоят после титров наверное нету или есть случайно скипнул с титрами просто мне не было желания уже смотреть титры что могу сказать про эту игру во первых я нужно расценивать исключительно в комплекте с 1 1 2 они хоть и добавили во втором много нового в геймплее но эти игры довольно похожи между собой по именно по геймплею именно по всякому что здесь здесь довольно интересный геймплей это я отрицать не буду хорошо поставлены драки хорошо сделаны добивание хорошо проха хорошая прокачка оружия как таковая то есть и снайперские пистолеты и мульти мульти арбалет который убивает несколько целей и опять же роботы и гранаты несмотря на то что роботы меня бесили это довольно интересная часть геймплея и с геймплеем тут пожалуй все нормально в большинстве своем очень хорошие интересные загадки которые мне в первой части понравились чуть больше потому что во второй части было несколько моментов которые меня очень сильно бесили как вот момент с руной в особняке стентон стента на его зовут ну да по моему ну короче особняк времени в котором мы были руна в затопленном подвале это очень глупая дурная загадка потому что ты видишь что ты можешь дотянуться рукой до этой руны но блин игра тебе говорит нет пойди сделай 105 манипуляций также сама вот руна которая сейчас была в последнем задании под лестницей ее можно тупо через лестницу поднять дотянуться ладно это не годится хорошо давайте я возьму крысу но крыса туда тоже не пролазит и вот эти вот моменты на самом деле бесят и очень сильно портят ощущение от геймплея потому что ну блин я догадался игра вас награди меня за то что я пошел нестандартным путем и догадался почему в других играх это происходит здесь разрабы говорят нет и сделаешь только так как мы хотим иначе ты не получишь вот такие моменты немножечко бесит по моему в первой части таких моментов не было отдельное удовольствие это охота за сейфами я по моему только один сейф не открыл в квартире продавца сейфов вот по моему все остальные сейфы у нас открылись и было все нормально опять же в первой части загадки сейфами были лучше там было посмотри на картину найди посмотри то то сё то кстати да я только сейчас вспомнил мы не попали к доктору гальвани там нужно было найти ключ мы полностью это проигнорировали и ушли от его офиса окей это будет на моей совести я туда не попал возможно было что-то интересное так вот что касается геймплея первая часть была гораздо лучше по загадкам вторая часть гораздо лучше по файтингу потому что есть куча добиваний куча всего и в свете всего этого я не понимаю зачем эту игру проходить на бескровно и всех глушить если здесь столько вариантов убийстве они такие красивые хорошие можно тактически сделать так 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 я не понимаю зачем это все урезать на стелс а играть тебя настаивают постоянно чувак стелс и стелс и стелс и идите нафиг извините но идите нафиг что касается сюжетом что в первой что во второй части сюжет абсолютнейше полностью колоссальнейше тупорылый и неоправдывающий мотивация ну блин мотивация персонажей такая себе вот поэтому те ребята кто считает эту игру шедевром по сюжету сюжета здесь нет вообще он отвратительный и я не буду переигрывать в эту игру хотя бы из-за этого потому что но происходит все максимально глупо по-хорошему если разобраться всего этого вообще не должно было бы быть и случится ну такое в общем то да значит по геймплею мы с вами поговорили по сюжету но опять же кто спрашивает почему сюжет такой ну потому что я в течение всей игры объяснял объяснял свою точку зрения почему так или иначе почему я считаю что джессамина была глупая императрица почему эмили глупая императрица почему корова вообще безмозглый обрубок ничего не знает и не умеет вот у меня абсолютнейше не было сопереживания к этим персонажам я вам больше скажу что под конец я больше проникся уважением именно к далиле чем к нашим персонажам я не понимаю почему именно они заслуживают трона в последнем уровне нам просто показали что далила превратила downwall в помойку и это было крайне глупо потому что она очень умная и расчетливая вряд ли бы она так слила бы столицу это было не в ее интересах и это еще одна огромная дыра в сюжете к сожалению вот финальная схватка была тоже просто отвратительнейшие я не знаю кто это придумывал блин вот честно финал первой части мне понравился гораздо больше все было честно вот так что ну вот так вот ладно ребятушки все на этом прохождение заканчиваю могу ли рекомендовать эту игру 50 на 50 зависимости на что вы будете смотреть если вы ищете хорошую историю хорошей истории здесь нету если вы ищете неплохое action fighting но не то чтобы action fighting ну красивый убийствах неплохо даже не то что неплохо хорошо построенный уровне дом джин душа я не про тебя сейчас гори в аду тварина вот все все остальные локации были довольно неплохо продуманные было приятно них находиться не гнетущая атмосфера в общем-то ну приятно приятно то есть в общем-то по геймплею норм если вы хотите чисто прийти поиграть расслабиться да можете приходить поиграть если вы ищете какой-то хорошей истории нет это не про эту игру насчет стелса уж вам виднее мучиться или нет я считаю что эта игра хоть она изначально заточена про стелс тут ли ни в коем случае нельзя и не нужно проходить стелсами на чего потратите часов восемь просто на загрузке я не знаю стоит ли этого вашего времени все ребятушки на этом проект заканчивается как я уже вынес какой какой вердикт что это примерно 50 на 50 вот поэтому такое я я для себя точно знаю что я в эту игру возвращаться больше не буду в эту вселенную я тоже больше возвращаться не буду по крайней мере вот в мир вот этих всех dlc всякое такое если когда-то выйдет третья часть то может быть я подумаю да ребятки увидимся в других проектах в других играх в других мирах игровые миры также бесконечны какие кое-какие другие но вы знаете все ребятки спасибо что были с нами всем удачи добра бобра все молодушек всем покеда да а 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 Субтитры сделал DimaTorzok